Приветствую вас, друзья! В эфире программа о православии нашей жизни. В студии журналист была Заседская. Сегодня у нас в гостях гость с далекого континента, далекого материка из далекой североамериканской Канады. Елизавета Альбертовна Айропетова, основатель православного фонда «Русская душа». Здравствуйте, Елизавета Альбертовна! Здравствуйте, Мария! Спасибо большое за приглашение на вашу передачу и благодарна за все, что вы сделали сейчас, уже делаете для нас. Конечно, для большинства из нас ваш визит к нам в Архангельск оказался и большой неожиданностью, и удивительной радостью, духовной радостью, когда мы все вот имели возможность прикоснуться к таким святыням, которые вы привезли, частички мощей святителя Иоанна Шанхайского к его поясу. И вот пользуясь возможностью, позвольте вас поблагодарить от всех архангелогородцев, от всех северодвинцев, новодвинцев, за эту удивительную радость и низкий поклон всем тем, кто помогал вам свершить это. Я благодарна вам за то, что вы принимаете. Благодарить надо тех, кто принял. Я благодарна за благословение, которое дала владыка Даниил, благословение правящего архиерея владыка Иринея, и состоялась вот эта и поездка. Как сказал в личной беседе владыка Иринея, правящему владыке Даниилу, видно, владыка Иоанн хочет поехать на родину. Владыка Иоанн Шанхайский, он очень дорог тем людям, которые, тем русским людям, которые волей судеб оказались за рубежом. И он своими мыслями никогда не отходил далеко от России и оставался близок к России. Вот эта удивительная связь. Конечно, жизнь святителя Иоанна Шанхайского была положена только на сохранение русской культуры, русского генофонда. Очень знаменательное такое событие, когда святитель Иоанн Шанхайский вывез пять тысяч русских эмигрантов из Шанхая, когда туда пришли коммунисты. И невероятное случилось даже с теми же самыми властями американскими, когда три дня святитель сидел на лестнице и только молился, чтобы приняли всех русских эмигрантов. Проходящие мимо, скажем так, депутаты, сенаторы, все говорили, что о чем он молится. Все друг другу перешептывались, что фактически просят, чтобы заехать. Никогда не было такого за один раз подписать заезд эмигрантов в пять тысяч в то время, в 50-е годы. Ну вот так вот отец Иоанн тогда еще и ныне сейчас владык, вымолил пять тысяч русских эмигрантов. Они оказались в Сан-Франциско. Это наш современник, как говорят все владыки, правящие, батюшки. Это современник, которому можно притрынуться, дотронуться. Если мы говорим о таких святых отцах, как отец, простите, преподобный Серафим Саровский, преподобный Сергей Радонежский, то это для нас история. Но в духовном, конечно, это близко нам, но это временное, не так близко. А в святителе Анны Шанхайского действительно существуют еще люди в здравом и в полном здравии, которые помнят, как святитель приходил к ним ночью и даже подкармливал конфеткой и чувствовал, что вот ребенок хочет что-то. Дети его очень любили, вокруг всегда были дети. Но даже я знаю лично отца Валерия Лукьянова, который вырос на коленях у Иоанна Шанхайского, и потом он его рукополагал в дьяконы. И вот сейчас отец Валерий по его молитвам, он говорит, еще меня слышит, владыка. Это современное все, насущное, как будто это случилось недавно. Вот эта книга, которую я хотела преподнести вам, да, это «Святитель благодати». Она писала про тареи Валерий Лукьянов, он подписал ее своей личной подписью здесь. Она очень дорога, потому что отец Валерий, он никогда не был в России после того, как его вывезли. Это тоже чадо русской эмиграции, по телепестным приметиям, с молитвами. В книге собраны очень уникальные фотографии, которые никогда не публиковались, когда канонизировали Иоанна Шанхайского, свидетеля, и мощи обретения мощей, сам процесс обретения мощей, как оно происходило, вплоть до того, как переоблачали истории, связанные волосы, все нетленное, мощи полностью нетленные. Вы знаете, вот когда читаешь о святителе Иоанне Шанхайском, нас, конечно, очень трогает то, что его мысли были рядом с Россией, и боль всех людей, которые оказались за рубежом, вольно или невольно, по каким-то причинам, они все равно возвращаются к Родине, к России. И вот позвольте я одну цитату. Отец, святитель Иоанн Шанхайский писал, что «самое важное для нас, самое драгоценное, самое великое — это святость, это идеал, это предел стремления русского народа». Ей вторая мысль тоже замечательная, но она звучит как призыв, пожалуй, к нам, современникам. «Русский народ, перед тобою два пути — нравственное разложение и постепенная гибель, или исполнение своей исторической миссии — служение правде и истине и привлечение к ним всех народов». Миссионерскую деятельность, которую провел владыка Иоанн Шанхайский, соразмерно только что с трудом аляскинских монахов, которые пришли на территорию Северной Америки, чтобы перекрещивать ее. Церковь, диаспора канадская православная церковь в Америке, в которой находится святыня пояса Иоанна Шанхайского, она миссионерская. И первое, что вы открываете, когда вы открываете дела церкви, сразу видно, мы пришли, чтобы перекрещивать Канаду в православие. Был период, когда вакуум произошел, когда советское время, но сейчас все те, кто наши соотечественники, они действительно полностью заняты миссионерской деятельностью. Ваш визит к нам и вообще все события, которые сейчас происходят, они связаны с деятельностью вашего фонда. Расскажите, пожалуйста, немного о том, как он был основан, какие идеи есть, задачи стоят перед вами. В начале фонда занимался как мирской, родитель за сильное поколение. И через пару лет, фонду уже 18 лет, и буквально только через пару лет фонд имеет дочерний фонд «Русская душа». Ну, невозможно говорить, воспитание для меня, оно неотъемлено от духовного. И оно переросло, вот мирское оно переросло, вот в такой вот, в такой концепции фонда. Фонда «Русская душа» занимается постройкой храмов, восстановлением деревянного зодчества, воскресной школы, приюты детские. Но не только в России и в международном, на международном, если так сказать можно. В Ганне есть женщины, которые обучаются в университете на школышип. И в Уганде есть детский дом. Кстати, он православный, относится к православной русской православной церкви. Такая вот миссия маленькая. В Пакистане есть маленькая миссия православная, тоже поддерживается. Но неотъемлемая часть фонда от России, это невозможно. Я очень ревностно отношусь, когда люди уезжают, хотя я сама уехала из России. Но я очень ревностно отношусь, когда люди уезжают из России. Мы все вернемся, я знаю, соотечественники, вся боль. Всем хочется вот сейчас вот уже вернуться. Нет жизни без России никому. Однажды, побывав здесь, даже иностранцы, приезжал отец Иоанн, американец. Он со слезами на глазах говорил, как можно было оставить эту землю, когда мы с ним ходили по Пинниже вместе с отцом Иосифом, ныне архимандритом Иосифом. Он говорил, здесь посеком надо ходить. Это чувство американского батюшки, принявшее русское православие. А что же говорить о нас, кто уехал? Это невозможно. Говорят, вы страдаете ностальгией. Говорят, это слово не для меня. Человек не может страдать этим словом и быть в ностальгии, если он живет в России. Просто да, сейчас на время надо было быть там. И в миссионерской деятельности мы продолжим миссионерскую деятельность. Вот мы продолжили миссионерскую деятельность алясканских монахов. Ну, теперь будем возвращаться домой. Знаете, ну, конечно, у вас уже многое связывает с Русским Севером. Расскажите, пожалуйста, как начиналась ваша дружба? Дружба с Архангельском, она у меня заложена давно. 30 лет назад я впервые была в Архангельской области. Личное такое, семейное. Вымолила детей. Но потом дети появились. И, как всегда, мы же люди сначала просим Господа. А потом я благодарю. Нет, чтобы поблагодарить, потом просить. Ну, тоже молодые были, никто не подсказывал. Но с каждым годом чувствовалось, что потребность отдачи за то, что Господь благоволил вот так вот наградить меня таким материнским даром, однозначно было только, если возвращаться, то только возвращаться на Русский Север. И мое отношение к Русскому Северу – святыня. Это просто святыня. Это действительно, до чего не дотронешься, все у вас здесь святое. И действительно народ чистый, нетронутый. Север нельзя обмануть. Мне все говорят, как вы вот с людьми. Ну, это же… Здесь очень добрые, теплые душой люди. Говорят, как, ведь Север холод. Я говорю, ну, как же можно было выжить на Севере минус 35 и минус 55, если душа не горит. Ну, вот, конечно, приезд после 30-летнего перерыва, приезд сразу на пенежское облагочение. Это к отцу Иосифу, архимандриту Иосифу. Знакомство с таким человеком приближает тебя еще к той дорожке, куда хочется всем встать сразу. Владыка Даниил благословил проекты. Мы приезжали три года назад. И вот так сложилась вот эта работа. Ну, не знаю, сколько могли сделали. Планы есть, но Господь, чтобы сподобил все это притворить в жизнь. Будем молиться. В Артемий Веркальский монастырь, даже не все наши северяне там еще побывали, как мне странно. А вы уже неоднократно там. Я педагог по образованию. И когда я узнала, что среди наших святых есть святой, который отрок, это, конечно, на меня сразу произвело такое впечатление, то есть независимо от возраста, оказалось, что можно быть святым. Это такой пример для воспитания детей. Я сразу всем родителям стала говорить, если вы хотите воспитать своих детей в правильном русле, не надо ничего говорить, просто поезжайте в монастырь от Артемия Веркальского. Вот и все. Вот покажите, что... Потому что когда вы разговариваете с детьми и рассказываете им о преподобном Серафиме Саровском, новомучениках стратотерпцев, да, конечно, они принимают, воспринимают это. Но когда говорят, что в 12 лет мальчик возраст, это чисто, может быть, мирское такое психологическое, сразу на ребенка воздействует это. Ага, вот значит так. И, конечно, однозначно это действует. Конечно, хотелось бы узнать немного подробнее о том, как ваша личная жизнь, как ваша общественная жизнь проистекает в Канаде. Расскажите, пожалуйста. Ну, тоже заняты проектами, естественно, все проекты связаны с православием и миссионерской деятельностью. Дело в том, что несколько десятилетий православная церковь в Америке, она была, ну, скажем так, может быть, слово, глухой, глухой, не было звука. Что это означает? У церкви не было колокола, а церковь без колокола. Конечно, большинство приходов находятся в черте города, и звонить колокола, как у вас здесь, вы просто счастливые люди. У вас воскресная служба, колокольный звон, события сразу колокольный звон. А мы его, не то что редко, мы его практически не слышали. И знакомство с архангелогородцем Андреем Дьячковым, теперь это мой большой друг, вот привело к тому, что мы стали делать проекты, вывозить звонницы. Первая звонница была проведена три года назад, и так она и пошла. Последняя звонница вот в июне месяце была дарственная Благовещенскому монастырю. Теперь у нас постепенно церковь приобретает голос. Это радостно, потому что даже местные, те, кто не православные, канадцы, коренные, американцы, они тоже очень удивлены такому. И вы знаете, были примеры, случаи, когда люди слышали колокольный звон, и воциквлялись, и перекрещивались в русское православие, только лишь потому, что зазвонил колокол. Ну, вот оно, еще у нас воскресная школа в проекте, и мои мечты, простите, мои молитвы поставить храм деревянного зодчества у нас в Канаде. Храм должен быть только лишь срублен здесь, в Архангельске, и из вашего, или нашего, можно сказать так, леса, потому что потребность в этом однозначная. Миссионерская церковь, которая без деревянного храма уже даже не представляется. И я и приехала с такими чаяниями, с поклоном, чтобы начать сделать вот этот проект. С большой радостью узнали об Андрее Дичкове, что он стал таким знаковым человеком даже, и для Америки, и для Канады. Да, вы знаете, дело в том, что когда только впервые приехал Андрей Анатольевич к нам, все даже, никому не верилось даже, что действительно колокола из России, из Ванарь, здесь-то ведь не все знают колокольный звон, а там туда, это сразу. Но сейчас даже греческая церковь просит нас, чтобы мы отлили им колокола вот на Тутаево, через вот Андрея Анатольевича. У нас даже вот греческая церковь теперь просит, зная, что наши колокола, которые здесь, они выдержат морозы канадские тоже. Ну, конечно, интересно было бы услышать и о том, как живут наши соотечественники в Канаде, какие царят настроения, какие мысли. Первое, что те, кто приезжают в Канаду или в Америку, сразу находят дорогу в храм тут же, это однозначно. И жизнь соотечественников, она кормляется приходом, батюшками. И вся наша жизнь, она вокруг церкви. Мы другого себе не представляем. И все наши общественные даже дела, связанные с Россией, есть гуманитарные проекты, не связанные с церковью, но они все равно проходят через приходской совет и через церковь, и через без благословения батюшек, ничего не делается. Даже те, кто здесь не были воцерковленные и не крещенные, как только выезжают, начинают, это сразу дорога. Но венчание у нас, можно сказать, кажется, вот в воскресенье, если положено по праздникам, если не пост, конечно. Детей сразу в воскресную школу. Это однозначно. Вся жизнь соотечественников, она только лишь вокруг церкви и в самой церкви. Мы, что имеем, не храним, потерявши плач, может быть, это из этого, но духовно человек сразу начинает... Уживать. Да, да, вы правы, Мария. Он сразу начинает вот все, вот все готов сделать. Вплоть до того, что вот крестный ход, например, на Пасху. Это ночной крестный ход. Вплоть до того, что местные власти сейчас поддерживают нас, ставят полицейские посты, охраняют и разрешают со свечами, потому что вот тоже это техника безопасности все-таки, ходить вокруг церкви вот крестным ходом и звонить. Вот в этот день уж точно у нас звонят колокола. Я благодарю вас от всей души, Елизавета Альбертовна, что вы пришли к нам, за то, что вы приехали к нам и подарили нам такую большую радость. И желаю, конечно, вам больших успехов на вашем пубрище. Я благодарна вам, благодарна всем архангелородцам, которые приняли нас. Принимайте и просите нас всех. Благодарность личной владыке Даниила, правящему архиерею, благодарность личной отцу Феодосию, который встретил святыню. Всем тем, кто помогали. Спасибо большое вам всем. Дорогие друзья, подводя итог нашей беседы сегодня с основателем фонда «Русская душа» Елизаветы Альбертовны Айропетовой, мне бы хотелось сказать вот о чем. Что, казалось бы, Канада далекая от нас планета, но никакие часовые пояса и расстояния не могут разъединить православных людей в желании творить добро. И какой замечательный пример мы сегодня увидели, о нем услышали. На этом мы с вами прощаемся. До свидания, всего вам доброго и до новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok